в котором я буду выступать собственно говоря, так этот доклад и назван тут много, достаточно картинок и попыток через, условно говоря, фотографии и видео определять предмет нашей истории поэтому мы начнем с простой вещи и с вполне себе очевидной и с вопроса, и с ответа на этот вопрос да, обязательно надо делать очевидно ответа на этот вопрос я задаю этот вопрос, а потом мой ответ да, на самом деле, несомненно вот эта история касается того, что мы называем психологической коммуникацией или нет так же, как и вторую картинку я открою сразу же и потом вот эта с моей точки зрения вполне себе является я постараюсь объяснить вам, почему это стратегическая коммуникация включая участие во главе, арест и комментарии и так далее как, что, зачем и почему продолжаем показ картинок посмотрите на эти лица это молодые можно свет выключить наверное, нам картинка будет удобнее посмотрите на эту молодежь посмотрите на эти штуки 26 марта 2018 года фактически год остался год остался до выборов и мы эти вещи видим которые присутствуют в сети которые в режиме перепоста комментов и так далее превратились на самом деле в феномен политической реальности еще раз повторяю 26 марта 2018 года Шерлеев-Дом вдруг выяснилось, что можно убить даже не за слово, а вообще за рисунки в Париже, в центре свободного мира прийти и убить людей и это очевидный вполне сигнал о том, что мир никогда не будет прежним и соответственно для меня этот ответ мне просто тоже вполне себе понятен оказывается, да это возможно и продолжаем эту линию указающуюся Яшарли в ответ мы вместе условно говоря никакого другого кроме этого ответа Париж вышел на улицу не сам по себе, разумеется организационно и это опять попытка условно говоря кодирования смысла через разного рода долговременные долговременные истории продолжаем итак это Ницца условно говоря один из самых больших городов известных в Европе по количеству миллионов долларов условно говоря квадратный метр площади что мы получаем мы получаем сигнал безопасности больше не существует в самом сердце свободного мира категория безопасности больше не существует и как мы знаем в политическом плане постоянно идет перетягивание каната между категориями свободы и категориями безопасности и вполне очевидный стратегический сигнал о том что если безопасности больше нет то комиссирована может быть только условно говоря уменьшением объема свободы для вас пообратно вернуться. Итак, в области применения категории я провел достаточно детальный анализ литературы на двух языках, английском и немецком. В области применения категории перед нами начиналось все это дело, разумеется, в народных отношениях и нас безопасности. Далее перешло сферу государственного управления. Имеет место в военном деле, в бизнесе. Ответ на вопрос, который склонил у Благо Георгиевны в некоммерческом секторе. И уверяю вас, с моей точки зрения, я представляю, разумеется, концепцию и поцидеванных практик, по той причине, что стратегическая коммуникация может быть реализована в том числе и любым из присутствующих здесь магистрантов в рамках устраивания своей жизненной стратегии. Итак, ключевые тематические пространства стратегической коммуникации, которые всплывают, когда начинаешь анализировать сопряженные понятийные поля. Итак, цель и миссия. Голос и мишень социального субъекта в широком плане социального субъекта. Это ресурсы социального субъекта, что не менее важно. Далее сфера полагания и принятия решений. И, наконец, что для меня принципиально важно, макросоциальные изменения или структурные движения. То есть, когда мы говорим о стратегической коммуникации, то один из важнейших элементов семантического поля, разумеется, это макросоциальные изменения, структурные движения, которые, собственно говоря, и являются предметом стратегической коммуникации в широком плане. Так, таки, вот я так опишу, стратегия, таки, давайте-ка мы ее определим. Значит, вот это то определение стратегии, которое нравится мне, частично я его разработал сам, для меня оно принципиально по той причине, что, обращу ваше внимание, вот ко второму дефису, стратегия, как в организации сложной социальной деятельности, становится нужной только тогда, когда для достижения поставлены на теле, становится недостаточно имеющихся ресурсов. Вот и вся история. То есть, на самом деле, стратегия, это всегда разговор не о том, как достигнуть значимые цели, это разговор о том, каким образом достигнуть эти цели при наличии имеющихся ресурсов, как эти ресурсы распределить. Поэтому существует стратегия в бизнесе, существует стратегия в политике. И таким образом, здесь специально выделены, условно говоря, три ключевых элемента, которые мы вкладываем в понимание категории зрения, собственно говоря. Во-первых, это программа действий, понятно как, а во-вторых, связанная с достижением цели в условиях ограниченных ресурсов. Как только мы эти вещи обрисовали, так сразу же становится ясен в том числе и содержательный предмет стратегической коммуникации. Итак, простейшая, но страшная классическая дефиниция, она не во всем мне нравится. Начинаем мы, разумеется, всегда с нее по той причине, что это часть заглавной статьи журнала «Стратегическая коммуникация», которая называется «Defining strategic communication». То есть, в итоге определяя нашу классическую категорию. Здесь все на месте, все предельно просто и примитивно, но без этого определения нам не обойтись. Итак, вот, собственно говоря, и вся история из, обратите внимание, у нас есть журнал, называется «International Journal of Strategic Communication». И я являюсь подписчиком этого журнала, хотя это стоит дорого. Итак, как мы видим, стратегическая коммуникация – это целесообразная, зеленаправленная и сложная коммуникация социальным субъектом для организации для выполнения ее, то есть организации, социального субъекта, миссии. По сути дела, вот два критерия, которые предлагает, собственно говоря, заглавная статья, интересующая у нас в журнале. Это критерии целенаправленности, видите, там целенаправленность в форме коммуникации делает ее стратегическим и увязывает категорию стратегической коммуникации с миссией. Как мы видим, здесь нет ничего того, чтобы говорила о релевантности этой категории исключительно в сфере политики и благосуправления. В любой сфере такого рода определения работает. Не все здесь мне нравится. Переходим к тому, что, мне кажется, более интересно и более глубоко. Вот она, видите, «All in one, one is one». Итак, стратегический, одновременно кратический подход, я его назову и так, это определение «мое», мне оно удобно. Коммуникация является стратегической, в том случае, что она включена в разработку и реализацию отношений власти между организацией и ее средой. И нацелена на достижение стратегических целей организации. Вот, если угодно, базовый критерий разработка и реализация отношений власти. Это один из подходов, который позволяет нам говорить о том, что как только мы стали говорить об отношениях власти между организацией и средой, так сразу же мы уходим на уровень стратегического планирования, цели полагания и управления. Это, так называемый, кратический подход. Так я его называю. И вот вам один из моих любимых примеров как раз-таки стратегической коммуникации и кратического подхода. В 18-й год у большевиков контроль исключительно над столицами, сил не хватает, физически, организационно-интеллектуально и так далее, и сил, условно говоря, в контрреволюции, как мы его называем, гораздо больше. Сам себе формат объявления красного дозора. Заложников, децимации и так далее, это вполне очевидная коммуникационная история, прежде чем всякая другая организационная. То есть, с моей точки зрения, в этом плане большевики, Ленин там, кто там был тогда после убийства Куридского, понятно, Держинский и Свердлов, Свердлов сыграл существенную роль. Это классический пример, условно говоря, базового сигнала не просто элита в населении. Это очевидная для меня история, связанная со способом реализации отношений власти, в том случае, когда общественность фактически неорганизована, а власть находится в руках меньшинства. Ресурсный подход. Этот подход тоже... Ну, для меня он иной и так же принципиальный. Итак, начнем с очевидной истории типов ресурсов социального субъекта. Я в данном случае говорю о том, что в простейшей классификации мы можем разделить их, условно говоря, на две группы ресурсов. Ресурсы материальные, силовые и экономические. И ресурсы нематериальные, ресурсы влияния самого разного рода, у которых, разумеется, есть экономическое измерение, силовые и экипленты, тем не менее, ресурсы нематериальные. И вот, когда мы говорим о стратегической коммуникации, то, собственно, вот как эту штуку в этом случае определяем в рамках ресурсного подхода. Это способ реализации стратегических целей субъекта социального, ответственного коммуникации, нематериальных ресурсов влияния. То есть это конверсия, условно говоря. О конверсии, о переводе, условно говоря, ресурсов влияния за счет, так сказать, коммуникации этого ресурса. И это автоматически означает, по факту, вот она площадка, если угодно, стратегической коммуникации и результат. Реальная поливитва, о которой он уже говорил, уголовная сфера, в которой работают эти коммуникации, это мотивационная структура аудитории. Результат тоже понятен. это трансформация подсознания, осознания и поведения целевых в аудитории, но в конце концов повыска идет, разумеется, на поведение. И поэтому вполне очевидно, что смысл мета тратической коммуникации всегда в оффлайне, в реальной сфере, в поведенческих вещах. И это означает, что, если мы говорим, вспомним определение информации Норберта Винера, информация это информация а не материя или энергия. Очень люблю это определение, которое позволяет сказать о том, что информация производит эффекты тогда, когда мы не можем объяснить изменения происходящей, материи или энергии. То же самое, с стратегической коммуникацией. Коммуникация, они любого рода другие ресурсы экономические, либо силовые. Итак, стратегическая коммуникация таким образом макроуровень. Про нормы зрелы мы уже сказали. То есть, по сути дела, функция стратегической коммуникации достижения выигрыша в филе реального бытия, как мы видим, за счет конверсии ресурсов влияния. Любимый мой пример стратегической коммуникации Советского Союза. Сколько там? 60 минут в космосе и 3 года поездки по всему миру. И как результат было очень сильное увеличение той части мира, которая стала называться Третий мир, движение неприсоединения и так далее. И это была вполне очевидная стратегическая коммуникация, связанная как раз таки с коммуникацией материального ресурса влияния, когда стало понятно, что советский образ жизни, советская технология, альтернативный, условно говоря, ПАКС Американо позволяет достигать успехов, позволяет достигать успехов, еще и позволяет выигрывать глобальное соревнование. Вот этот самый проезд Гагарина по всему миру, встречи с людьми, коммуникация, фейс-то-фейс и так далее. Три минуты. Три минуты? Вы будете смеяться. Это 17-е число, это 49-е, но то ладно. Значит, мы прибежимся, потому что это только самое начало, самое вкусное было, разумеется, потом. Вот. Итак, но эту картинку мы быстро пропустим, про ЗВР, это запрещенное в России. Вот. Чтоб было понятно. ЗВР. Обратите внимание, опять же, на коммуникацию времени, цитатегический дыминг. Исламское что? Государство. Со всеми атрибутами государства. И уже один только нейминг автоматически позволяет говорить о том, что они сами себя легитимировали, а мы, когда говорим Исламское государство, запрещенное в России, мы продолжаем их легитимировать коммуникативными способами. Это означает, что те инсургенты, которые едут из наших республик по Волжье, предположим, туда воевать, а едут служить государству. И это для меня вопрос политических ошибок нашей коммуникации. Это ожидание Financial Times, имеющие отношение к бизнесу. Итак, еще раз увязка обратите внимание смеси, видением и ценностями. И, наконец, это то, что позволяет обеспечить стратегическое позиционирование. Это к вопросу о том, есть ли стратегическая коммуникация в бизнесе. Есть. Оно есть, в нашей слове Financial Times. Итак, стратегическое позиционирование и конкурентность способности организации. И сейчас я покажу вам картинку. вполне очевидную одну. Это как раз история, которая связана с тем, что эти люди, это компании, эти девайсы, эти продукты, что делают? они меняют мир, по сути дела. И это очевидная история про миссию, про миссию Apple, они вовсе ничего другого не делают. Они мир меняют. И значит, стратегическая сущность по личному холорану это Рент Корпорейшн. Очень хорошая штука, она позволяет говорить о том, как они это видят на психологическом уровне. Итак, давайте быстро оближимся по этому англоязычному тексту. Третья коммуникация. Это способ убеждения, ну или побуждения других людей принять ваши идеи, политику или курс действия. Способ побуждения, потому что здесь писвейринг, это не убеждение, это побуждение, с моей точки зрения. Значит, союзников и друзей быть с вами, нейтральных, перейти на вашу сторону во время остаться нейтральным и дальше. Видите, они как-то замечательно скажут. И, наконец, в этом лучшем из миров. Это означает убеждение противников, соперников, оппонентов, что у вас есть сила и возможности их преодолеть. Вот это то, что называют стратегические коммуникации вещество. Блестяще. Мне очень нравится эта штука, потому что она четко целифицирует аудитории и цели стратегической коммуникации. Итак, вот я обратил дать мне время хотя бы характеристики. здесь я пытался собрать базовые критериальные характеристики стратегической коммуникации, которые делают ракоменную коммуникацию стратегическую. Итак, первое, вполне очевидное. Результат какой? Отложенный, неочевидный, который, двоеточие. Вот это важная вещь. Режимные изменения политического режима, экономического режима, институциональные изменения, изменения, условно говоря, институциональных структур, цепитальной природы. Далее, изменения макроструктуры рынка, условно говоря, как только пришли электронные носители, так сразу же там были электронные фотоаппараты, так сразу же полироид перестал быть нужным. Далее, соотношение сил на рынке изменения общественной атмосферы. Это еще одна важная история, о которой мало когда думаем. На самом деле общественная атмосфера тоже может быть трансформирована последствием стратегических коммуникаций. Итак, первый критерий или характеристика стратегической коммуникации, которой мы имеем для нас значимость. Итак, стратегические эффекты. Дальние, отложенные, латентные, неочевидные, но планируемые. А про что это? Это про анарексических моделей. Это про трансформацию идеала женской красоты, недостижимой абсолютно в силу генетических биологических существ, называемых, человеком. Но тем не менее они автоматически позволяют мультиплицировать продажи целого спектра серьезнейших отраслей, условно говоря, начиная от фитнеса и кончая пластической хирургией. Это вполне очевидная стратегическая коммуникация, которая именно так, уверяю вас, и планировалась. По крайней мере, документы об этом свидетельство существуют. И борьба против холестерина, которая, как известно, против шлевочного масла, которая была оплачена изначально всей этой исследованием холестериновой Юни-Ривером в свое время для того, чтобы заменить условно говоря животные жиры растительными. Это еще одна история, касающаяся отложенных, невидных, неочевидных и так далее, но тем не менее стратегических эффектов, которые меняют структуру рынка и характер конкуренции. И продолжим мы про эти вещи, конечно же, это просто хотинки, мы их не будем комментировать, и империя зла вполне очевидная история, само по себе маркирование стратегическое, evil empire. Вы помните, что к тому времени уже Джордж Лукас сделал звездные войны, и вообще империя зла это вещь, вполне очевидно, играющая библейскими символами. Игра даже, Soviet Infosys evil empire. То есть, это та история, которая вполне очевидна. Значит, дальше. Листовые поколи, лекарства, отчетов, я боюсь, что мы очень долго будем. Все, хотите, не будем. Если можно. Быстро прибегаем к эти вещи все. Значит, далее, далее, вторая вещь, принципиально важная, закрепление поведенческих потоков. То есть, технологическая коммуникация, в конце концов, работает на реализацию Академия Дроза Брукса из Университета. Значит, кто читает английский, переводить не буду, времени нет. Значит, боевая дефиниция, очень я люблю. Это, собственно говоря, свидетельство того сейчас, это, то, что я снял с цены Пентагона, с третьего раза. Вот, там есть это самое определение, что библейская коммуникация, 2009 год. Обратите внимание, там постоянные, конгерентные, согласованные, активности на разных уровнях, оперативном, тактическом и так далее, которые позволят понять, целевую аудиторию, чтобы достичь устойчивого, необходимого типа поведения в Пентагоне. Открытые материалы, снятые отсюда, ссылочку готов дать. Дальше пошли. Третье важное, теоретики. Третье, спортивные стратегии, это вещь очевидная, вполне, вот поэтому я не буду это комитировать, хотя на самом деле эти вещи важны. это как раз таки сталь от стратегии, корпоративной коммуникационной стратегии, журнал коммуникационного менеджмента, который дает нам это определение. Так, это мы пропустим, хотя, конечно же, очень хотелось прокомментировать, о том, что в арбе это очевидная стратегическая коммуникация. Четвертое, интеграция стихода. Это еще одна важная вещь, то есть это означает, что вот она история, стратегическая коммуникация, это результат of this communication of my audience will. Вот, это следующая характеристика. Далее, это когерентность и синергия для игроков еще одна важнейшая характеристика, опять же, придумал это не я, значит, об этом пишет, опять же, US Development of Defense, Пентагон, который говорит о том, что трагическая коммуникация дает концептуальный зонтик, а для того, чтобы разные игроки в разных сферах, тем не менее, реализовывали когерентные активности. Игорь Алексеевна, я кончу. Спасибо. Оканчиваю, вот так или иначе. Значит, шестая, интеграция здесь, и вот что важно. Обратите внимание, это уже Рент Корпорейшн, для понимающих людей Рент Корпорейшн, это важный игрок, который, они об этом тоже пишут, это Кристофер Пул, который также на категории стратегических коммуникаций. Обратите внимание, action, what is need, то есть стратегическая коммуникация, та коммуникация, которая, помимо трансляции месседжей, занимается трансляцией действия, я покажу картинки, и это все, все остальное. Вот она, стратегическая коммуникация действия, условно говоря, так сказать, сильно дымящий старый авианосец, тем не менее, таки доплыл, и даже потерял только два самолета. Дальше, это мини-центр, если кто-то помнит, как российское оружие радиоэлектронной борьбы зашло над американским новейшим эсминцем, и вся электроника там выключилась вообще. Это стратегическая коммуникация действия, здесь нет сомнений, потому что стало понятно, кто есть хук в рамках, условно говоря, разного рода оборонных стратегий. Это очевидная стратегическая коммуникация действия. И вполне понятно. Это очевидная стратегическая коммуникация действия. Действия, помимо коммуникации с месседжем. Так, все, компоненты, хеллотон и так далее мы оставим на сладко, если кто-то захочет. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо.